Свято-Вознесенский Новонямецкий мужской монастырь Немецкая лавра была одним из крупнейших средневековых центров молдавской культуры и образования. К XVIII веку стала религиозно-нравственным и просветительским центром своей страны. К тому же она обладала огромными материальными богатствами – имениями, угодьями, скотом и прочим имуществом не только в Молдове, но и в Бессарабии. Эти богатства привлекали многих. Так правительство Александра Кузы, первого правителя новосозданной Румынии, приняло решение о подчинении Молдавской православной церкви государственному аппарату. Для немецкой лавры это имело поистине катастрофические последствия. Она, как и другие монастыри, была ограблена по закону о секуляризации монастырского имущества. Но много хуже было другое. Монахам запретили вести богослужения на церковнославянском языке. В самой лавре был нарушен устав преподобного Паисия Нямецкого. Преподобный Паисий Величковский – основатель монастырской жизни в Молдавии. Его имя тесно связано с историей Нямецкой лавры и Новонямецкого кецканского монастыря. Этот удивительный святой возродил духовное старчество на молдавской земле, установил в Нямецком монастыре чин и устав общежительной жизни. Он перевел из греческого на русский язык многие святоотеческие труды, научил монахов непрестанной Иисусовой молитве. Об этой молитве святые отцы, пустынники, отшельники, непрестанная молитва является даром Божьим. К этому нужно стремиться всю свою жизнь, потому что сколько людей, столько путей ведут в Царстве Небесное. Она заключается в нескольких словах молитвы Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по миру мя грешному». Как мы говорим, что если Господь дает эту благодать, она непрестанная у него в сердце, в душе, в уме повторяется. Монахи кецканского Новонямецкого монастыря являются преемниками учеников Паисия Величковского. Старец Паисий представился в 1794 году, а этот монастырь был основан ровно через 70 лет учениками его учеников. Люди знают, что, естественно, служба совершается на двух языках, как было и в Немецкой лавре, при преподобном Паисий Величковской и после его представления. Он является, конечно, тем столпом, можно так назвать, православной церкви, потому что благодаря ему, его трудам, было возрождено монашество. Итак, из-за постоянных притеснений, а также политики правительства Кузы, Немецкая обитель пришла в упадок. А еще почти полностью была уничтожена библиотека монастыря в результате Большого пожара, случившегося в 1861 году, по совпадению в год, когда образовалось государство Румыния. Большинство монахов ушло в Россию. Они селились на территории Бессарабии, входящей с 1812 года в состав Российской империи. Напомним, в Бессарабии находились имения Немецкой лавры. Ими управлял уполномоченный Немецкого монастыря иеромонах Феофан. Узнав об ограблении лавры и гонениях в монастыре, он подал прошение архиепископу Кишиневскому и Хатинскому Антонию, затем Святейшему Синоду Русской Православной Церкви и даже самому императору Александру II об устроении нового монастыря на вотчинах Немецкой лавры. Таким образом, в конце 50-х годов XIX столетия разразившаяся гроза гонений и привела к основанию Новонемецкого Вознесенского монастыря. Перед этим монахи претерпели большие испытания, так как румынское правительство чинило препятствия основанию новой обители. Высочайшее разрешение на устройство монастыря последовало 26 января 1864 года. Эта дата и считается днем рождения Свято-Вознесенского Новонемецкого Кицканского монастыря. Ощутить дух тех далеких времен и зримо прикоснуться к частичке истории нашего края можно в музее, расположенном на территории Кицканского монастыря. В этом монастырском музее бережно хранятся старинные иконы, редкие богослужебные книги, священнические облачения и церковная утварь XVIII-XIX веков, а также уникальные архивные фото, по которым можно проследить историю становления и развития Новонемецкого Кицканского монастыря и строительство его зданий, начиная от времени основания и до наших дней. В отличие от большинства церквей, во времена советской власти Новонемецкий монастырь не закрывался, так как территория между Прутом и Днестром после Октябрьской революции вошла в состав Румынии. После 1940 года и вплоть до Хрущевской оттепели монастырь был действующим. В мае 1962-го Кицканский монастырь был закрыт. На его территории разместили туберкулезную больницу, а в колокольне – музей боевой славы Яско-Кишиневской операции. Постепенно здания монастыря пришли в упадок, а иконы, книги, церковная утварь расхищались. О том, как закрывали монастырь, еще помнят многие сельчане. В воскресенье утром перед службой звонарь подошел к колокольне, но путь ему преградили, а власть в монастыре перешла в другие руки. Монахи были вынуждены покинуть обитель и разойтись кто куда. Зимние и летние храмы превратили в склады медикаментов Министерства обороны. У нас была попытка на Вознесенском соборе, над входом залез мужчина, человек, чтобы привязать цепь к кресту. В 63-64 году он слез, сел на трактор и только хотел тронуться. Крест не упал, а согнулся и лег на крышу. А после мгновенной смерти тракториста остальные кресты больше никто срывать не пытался. Они так и остались на монастырских куполах до времени возвращения обители. Мы в другие случаи свезли облачение церковного в одном помещении. К сожалению, одна женщина взяла и одела священническое облачение. Она даже танцевала в этом облачении. И, конечно, сразу после этого она тоже скончалась. Говорит о том, что нельзя идти против Бога живого. К моменту тысячелетия крещения Руси в 1988 году Этот праздник отмечала не только церковь, но и государство. Подарком осветских властей стало массовое возвращение и открытие храмов. Не стал исключением и наш регион. В августе 1989 верующим были переданы два храма – Вознесенский и Успенский. На территории монастыря была приходская церковь для жителей Кицкан, в которой служил протеерей Ефимий. А в 1990 монастырь вернули монахам. 8 ноября была отслужена первая литургия отцом иеромонаху Даримедонту, который нес их ровно 8 лет у настоятелям. Когда монастырю вернули эту территорию, конечно, все строения нуждались в капитальном ремонте. За прошедшие годы все отремонтировали и внутри, и снаружи. Построили часовню, которая сейчас называется, или стала усыпальницей, потому что в этой часовне, в этой усыпальнице похоронен епископ Даримедонт. Это родной брат. Сейчас у нас в данное время 38 монахов и 10 послушников. То есть у нас сорвалось почти по 50 насильников святой обители. Святая обитель должна заниматься духовными вопросами. То, что мы и стараемся. Все эти семья добра, любви и, конечно, жить по усталу православной церкви, по Евангелию, так как подавает положено православным людям, тем более монахам, которые несут свой крест, молясь здесь не только за себя, конечно, но и за весь мир. В чем заключается миссия монаха. Большой духовной поддержкой для братья монастыря стал визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в сентябре 2013 года. Свято-Вознесенский Новонямецкий мужской монастырь в Кицканах вошел в число немногих храмов, которые посетил патриарх Кирилл на Приднестровской земле. Для нас святой обители – это пока единственный в истории нашей святой обители, потому что никогда еще святейший патриарх не посещал нас святой обители. И, конечно, нам преподавали благословение, сказали слово свое для наставления, для разумления, как мы должны нести свой крест. Тем более, что мы являемся последователями такого великого святого, как Павел Ильичковский. И, конечно, было такое посещение, благословение перед юбилеем нашей святой обители. Конечно, для нас это очень было и важно, и благодарно сидеть в патриарху, потому что он благословил, я думаю, что Божий полностью по его благословению этот юбилей, то есть встретим. Сейчас сделаем первый шаг, а уже остальные и службы, и встречи, конечно, будут продолжаться в течение всего года. Не случайно праздничные мероприятия будут продолжаться в течение всего года. Нынешний 2014-й для Кицканского монастыря богат на круглые даты. Так, в этом году исполняется ровно 100 лет колокольне, в мае 170 лет Никольскому храму, а в ноябре 220 лет со дня кончины преподобного Паисия Величковского. Но главным является, конечно, юбилей обители. Для нас важен юбилейный год, исполняется ровно 150 лет, с того момента, когда был подписан указ императору Царем Александрову II об основании Святого Зинсенского Новоняминского монастыря для Сарабии в селе Кицканах. И, конечно, для нас это важно. Для нас, наверное, заседников этой святой убители, ну и для всех людей, которые являются нашими и прихожанами, и нашими помощниками. Сегодня большой праздник, событие нашей святой убители. Начнем с водосвятного молебна и чтения Макафиста преподобного Паисия Величковского. В 9 часов утра встреча митрополита Владимира Чеченевского и всем Молдовым. Служба в соборе. После службы литья по крестам, молитвам по усопшим, основателям, основателей и всех предшественников наших, всех монах, которые жили в этой монастыре и подвязались. После литья мы, значит, передвигаемся в актовый зал. Будет вручение призов юным художникам, которые постарались и которые написали свои работы. То есть картина, тематика, книжки сканские, святой десенские монастыри. После улучшения призов идем в трапезный храм. Это уже будет предложена трапеза, и на котором также это будут считать доклады, историю монастыря. За прошедшие полтора века монастырь пережил разные времена. И сейчас, к своему 150-летию, его по праву можно назвать одним из главных духовных центров нашего края. Субтитры создавал DimaTorzok